Ему один, этот выход Иисус Христос. И на самом деле, друзья, по-прежнему, спустя 2000 лет для церкви актуальным является слово, что един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Слава Иисусу! И после вот этого откровения, записанного Василием Новым, мытарство Блаженной Феодоры, пришло в жизнь церкви, вот такие, и в жизнь народа, народов, такие понятия, как вот 9 дней поминальных на 9 день, 20-й, 40-й день, годовщины. Якобы в эти дни поминания, вот эти вот, они как бы необходимы умершему, якобы. На самом деле, друзья, это чистой воды, ну просто заблуждение. Дальше. Ну, еще кое-что упомяну все-таки. Не могу пройти мимо этого эпизода, потому что на Востоке, в православии, в принципе, вот как оно, это есть откровение, я уже рассказал его, да, ложное откровение о мытарствах, так оно и осталось. Вот до нашего дня, уже 21-е столетие, так оно и пропагандируется, учение-то. Но в Западной Европе, вот это учение о мытарствах, оно получило развитие дальнейшее. И оно называется в католическом мире учение о чистилище. Чистилище. Вот если вы будете слышать слово чистилище, да, это фактически то же самое, что мытарство. Это то же самое, как говорят в России, хрены, редьки, не стащи. Знаете, вот одного поля ягода. Но, или проще, одно блюдо только под разным соусом подается. В принципе, смысл его тот же самый, что люди якобы спасаются добрыми делами и молитвами за них, и жертвами за них. Но католическое учение, я больше буду говорить о православии, конечно, но, как говорится, у кого от чего болит, тут про то и говорит. От избытка сердца. Но, все-таки, я молюсь также и о том, чтобы наши братья на Западе тоже покаялись, и церковь католическая, чтобы она именно не тьму несла, а Слово Божье, живое Слово. Тем более, что реформация там уже имеет свой опыт, уже какую-то историю свою. И, в общем-то, сегодняшние многие братья наши, католические священнослужители, они уже не те, что были в средние века, их предшественники, которые сжигали на кострах инквизиторских. Но, однако же, есть проблемы вероучительные, не разрешенные католической церковью до сегодняшнего дня. И, конечно же, вопрос, один из первых, это вопрос о чистилище. И вот, друзья мои, принцип чистилища, учение о нем тот же, что и мытарство. Есть некие круги ада, есть очищение от грехов. Как бы смысл в том, что страданиями своими очищается душа от греха. Страданиями в загробном мире как бы искупляет свои собственные грехи, удовлетворяет справедливость Бога, Его как судью. И тогда Бог, смотря на то, что уже достаточно настрадалась душа, Он говорит, окей, хорошо, я доволен, теперь иди на другой круг ада, мучайся там за такие-то грехи. И, в конце концов, учение очень довольно-таки удачное для любой религии, универсальное. Помучаешься, но все-таки, в конце концов, как-то, но спасешься. Как будто бы из огня, как говорили в средние века, выдергивая из контекста фрагмент из послания апостола Павла Коринфянам. Но на самом деле не о том огне говорил апостол Коринфской церкви, а о огне этом земном, о земных испытаниях в жизни, в судьбе верующих человека. И, друзья мои, но западное учение католическое, оно в чем-то даже, не то, что в чем-то, а во многом даже оно, как бы еще более еретическое, чем православное учение. В их понимании западном, таком юридическом, ты можешь спасти другого человека излишками своих добрых дел. Ты можешь спастись за счет излишков добрых дел других святых. То есть, согласно их учению, в православии такого не додумались до такого, к сожалению, ну, слава Богу, вернее, что не додумались. Но в их понимании западном, католическом, человек может не только заработать свое спасение, но и переработать настолько много, что этих излишков хватит, чтобы спасти очень много людей. Родилось учение, из этого учения очистилище, родилось учение, которое до сегодняшнего дня известно как учение о святых индульгенциях. Индульгенция – это не то, о чем нам говорили в школах общепрозывательных, продажа, отпущение грехов за деньги. Это довольно примитивный взгляд на индульгенцию. На самом деле здесь проблема гораздо серьезней, гораздо она противней против Писания. Здесь идет речь, индульгенция – это прощение грехов за счет добрых дел умерших святых, за счет излишков добрых дел. Допустим, вот в их понимании, вот два брата пошли по мытарствам, один откупился очень быстро, у него там, допустим, грехов, как говорится, сгульки нос, а добрых дел – целый мешок. И он там, на, бросал там, значит, там на мытарствах бездач, бросал, вот на там, собака, подавись, все. Прошел все 20 мытарств, у него еще полный мешок добрых дел. А другой брат, и там его обвесили, и там недомолили, и там у него нехватка добрых дел, ну, как говорится, пошла душа по мытарствам. А что делать? И эти богословы смекнули, а нельзя ли бы взять немного добрых дел у первого брата, и за счет его добрых дел, как говорится, на чужом горбу, в райты, и чтобы попал. И вот сказано, сделано, учение об индульгенциях. Вы скажете, зачем оно нужно, какой вообще, ну, резон? Большая мамона стоит за всем этим. К сожалению, до сегодняшнего дня. Сейчас это, конечно, не так, как в средние века. Сейчас это культурно, и можно по кредитке получить индульгенцию. Но сейчас это гораздо, ну, цивилизованней, будем так говорить. И сейчас это учение, оно модернизировано, оно более усложнено. Сейчас священник не может просто так взять и первому попавшемуся выдать индульгенцию. Сейчас католик может получить индульгенцию, но это усложнилось. Процедура священника должен посмотреть за его покаянием, как бы насколько он сокрушается сам, значит, насколько он расположен к этому. Вот тогда только лишь он дает индульгенцию. Но учение это сохранилось до сегодняшнего дня, как вот такой средневековый реликт. Но в те мрачные средние века, когда просвещение было фактически ноль, когда Слово Божье было спрятано церковно-служителями, не для широкого пользования, только лишь для служебного, с грифом «совершенно секретно». Библия оставалась лишь, как бы, книгой элиты религиозной, не для простого населения. За любопытство по отношению к Библии даже сжигали на кострах инквизиции. Даже за хранение любой книги Библии в христианской Европе, в Испании, в частности, на протяжении 500 лет сжигали на кострах. В Испании, по этой статье, насколько я знаю, 36 тысяч, около того, было сожжено на кострах инквизиции. Людей, христиан, в христианской Испании, за то, что они хранили дома какие-то фрагменты Писания. Только вдумайтесь, почему церковь вот так была ожесточена против Писания? Почему церковь сжигала Библии на кострах инквизиции, вместе с теми, кто интересовался Библией? Потому что церковь понимала, что иерархия, по крайней мере, понимала, структура мафиозная, это криминальная, бандформирование римокатолическое тогдашнее, понимала во главе с папами, что Библия разоблачает все те дела тьмы, в которых они, будем так говорить, как сыр в масле, в которых они, на самом деле, жили и царствовали. Друзья мои, кстати, именно вот эти вот учения об индульгенциях, именно вот эта практика позорная, практика массовых распродаж индульгенций, направо и налево, вызывали и вызывали бури протестов. Именно эти массовые распродажи индульгенции, они вызвали и Великую Реформацию, всколыхнули великих реформаторов 16-го столетия. Все они, Лютер, Мартин Лютер, Ульрих Цвингли, Губмайер, Мино Симмонс, Жан Кальвин, другие реформаторы, известные и малоизвестные, они все поднялись протестуя, главным образом против индульгенции, распродаж этих индульгенций. Даже порой не против самих индульгенций, а против этих массовых распродаж индульгенций. В начале было не так, это все как бы и страшно, казалось бы, в начале индульгенции были лишь для умерших. Как? А вот так. Самый доходный вид бизнеса, религиозный бизнес, минимум вложений, максимум прибыли. Вы знаете, наживаться на суевериях религиозных, это самый удачный бизнес, но и самый позорный бизнес. Потому что, друзья мои, здесь церковь наживалась и наживается на самых таких вот, как бы, ну, святых каких-то таких вот чувствах человека, самых каких-то сокровенных, или же на страхах, или на суевериях, или же на попытках найти Бога. Это очень недостойно. Даже я могу оправдать тех, кто обманывает стариков и выгоняет их на улицу, и сам пользуется их имуществом. Даже они не такие опасные преступники, как те, которые вполне прилично одетые, вполне солидные, религиозные, набожные, казалось бы, но поступают нечестиво таким образом, обкрадывая самое святое, душу человеческую, веру в Бога. Друзья мои, и по порядку, вначале была индульгенция для умерших, которые, допустим, якобы беспокоили во снах живых членов церкви. Допустим, приходил некто в церковь и говорил так и так, батюшка, у меня проблема, не у меня, вот мне снится сон, допустим, и мой там умерший или умершая беспокоит меня, вот не очень хорошо они выглядят как-то, батюшка понимал, что это, к чему, и говорил, ну-ка, выясните, пожалуйста, чем грешила душа при жизни, и я дам как бы заключение. Был опрос обычно родственников, воспоминания, чем же душа-то нагрешила, почему так плохо выглядит на том свете. И список составлялся обычно, подробный список, человек выдавал это все священнику, священник отчитывал стоимость по прейскуранту, потому что отпущение каждого греха, оно имело вполне, значит, цену, определенную цену, допустим, блудсток от оценивался, там еще что-то, воровство так-то оценивалось, и были, конечно, системы скидок, это особенно пробудило реформаторов, конечно. Систему скидок, в том числе и праздничных распродаж, придумали не в супермаркетах в наше время, а придумали еще в средние века монахи, вот так вот. И, знаете, на Пасху, на Рождество и на престольный праздник можно было купить до 50% скидки, значит, за индульгенции. И человек покупал индульгенцию, хотя суммы были серьезные, но люди платили, порой разоряясь даже материально, но платили. Вы скажете, почему? Во-первых, суеверие, оно настолько имеет большую силу в жизни человека, контроль, что человек, порой даже имеющий высшее образование, имеющий достаток, имеющий положение, стабильность, но он будет на крючке. Он будет как раб, даже хуже раба. Он внешне свободен, а будет рабом. И это знают все шелотаны и религиозные, и светские, и экстрасенсы, и прочие-прочие ежи с ними. Потому что недаром, мы можем порой удивляться, смотря программы по ТВ, как люди продают свои квартиры, машины, чтобы снять порчу, ауру почистить, что-то еще. Скажите, ну что за глупость? Он чистит карманы, а ты себе ауру чистишь какую-то. Будешь с аурой где-то на помойке жить теперь. И люди идут на то, потому что невежественны. Если бы знали Бога, то не верили бы таким бредним. Но, что получалось? Люди платили, потому что были суеверны. Потому что не было Слова Божьего. Потому что Слово Божье было за семью печатями. Потому что тех, кто интересовался Словом Божьим, сжигали на кострах. И это еще не все. Люди платили еще и потому, что на них давило церковь авторитетом. Устрашая, примерно такими словами, что то, что они выглядят плохо, это небезосновательно. И доставали книжки с картинками. Раньше не было видео. Раньше была книжка с картинками. И там были описаны и нарисованы подробно вот эти вот всякие черти с рогатками. Там всякие монстры, ужасы. Конечно, человек понимал, лучше платить, как говорится, утром деньги. И спи спокойно. Но те, кто сопротивлялся и не хотел раскошеливаться, к тем применялись другие методики. Обычно священники сообщали, куда надо. В инквизицию непосредственно. И монахи из доминиканского ордена брали под белые ручки того человека. Запирали его в казематах инквизиции. И пытали. И человек понимал, что ему лучше платить сразу. Он так и так заплатит. А кстати, если он, допустим, имел такое сновидение, но в церкви не рассказал священнику. И поэтому и не платил. Но рассказал кому-то из своих соседей. Те могли донести. И за недонос, за умалчивание платил он больше уже. Была система стукачества. Разработана в западной церкви очень отточенная система, которую впоследствии использовали многие спецслужбы. Наверное, к 16 столетию орден Иезуитов довел ее просто до безумия, эту систему. Стучали друг на друга все. И короли, и герцоги, и крестьяне, и все-все-все. Потому что если ты вовремя был бдительным товарищем, вовремя сообщил на своего соседа, то ты получал процент с его процесса, с его имущества за бдительность, будем так говорить. И потому над каждым гражданином в любое время висел дамоклов меч. Были инквизиторы в основном в своем серебролюбивые, которые брали взятки. И они с тебя брали все, что могли с тебя взять. Дальше, если... Ну, пойдемте дальше все-таки. Про мертвых хвастет. Я хочу рассказать еще об индульгенциях для живых. Это более интересная тема. Когда священнослужители решились давать индульгенции для живых, дело было следующим образом поставлено. Допустим, ты приходил на исповедь и говорил о своих грехах. И, в общем-то, священник, послушав твою исповедь, он делал заметочки определенные, потом говорил, вот, пожалуйста, за кассу оплатите, и ваши, все ваши грехи, вышеназванные, будут прощены за счет добрых дел, вот таких-то, всяких-то и прочих там, каких-то святых. Да, а дальше все по той же технологии. Люди грешили и платили. То есть церкви, парадокс, да? Церкви были выгодны грешные прихожане. Церкви были выгодны грешники, которые грешили и платили бы. Кстати, именно этим объясняют историки, даже чисто светские историки. Вот тот бум, начавшийся в Средневековье, переписывание жития, житий святых, рассказов о святых. В жития святых стали вписываться всевозможные фантастические факты. Просто, значит, приписки начались. Он там, например, год, приписали, 10 лет. Кто проверял? Прошли уже столетия. Кто там будет проверять все это? Вот, и зачем были приписки нужны эти? Зачем нужны были эти фантастические рассказы, чтобы дурачить население, чтобы под эту марку можно было напечатать больше индульгенций и больше их распродать? Чтобы эти имена были еще более авторитетны, чтобы они были более продаваемы и дальше, и дальше, и дальше. То есть это как снежный ком. И, конечно же, жадность погубила эту религиозную мафиозную структуру. Потому что они зашли слишком далеко, явно перегнули палку. Если бы они этого не сделали, может быть, до сегодняшнего дня бы система эта просуществовала. Но папство замахнулось даже на то, чтобы продавать отпущение будущих грехов. Серьезно? Сейчас это выглядит как анекдот. Но священники предлагали своим прихожанам еще грешить. Вы не хотели бы еще? У нас есть спецпредложение прямо из Ватикана. Да, как говорится, зачем тебе там угрызение совести, переживания все эти, потом всякие сомнения. Вот греши, вернее, плати сразу и греши с чистой совестью. И вы знаете, даже на это покупались люди. И притом многие. Один из проповедников такого покаяния, как бы, да, покаяния такого, он сказал, Тецель был этот монах, он сказал, как только золото зазвенит на дне моей копилки, то душа сразу же из чистилища, даже с самого дна ада она будет освобождена. Даже если ты обесчистил саму Матерь Божью, все равно твоя душа на сыра сразу будет на небесах. Представляете? То есть вот такие были проповеди. Я вам скажу, что это, конечно, будоражило население, серьезно. И однажды, когда, я забегаю немного вперед, но когда Мартин Лютер в своем, этом тогдашнем захолустье, в Виттенберге, нынешнем Лютерштате, когда он проповедовал о покаянии, об исправлении жизни, о Христе, через веру в Иисуса иметь жизнь вечную, такие библейские принципы, его не трогали, ну, мало ли, августинский монах, вот он решил библейски богословствовать, ну, побогословствует немного, потом перестанет, поймет, что неправ. И вот, а здесь, когда в этот Виттенберг приехал тот самый Тецель, пропагандист этих индульгенций, и как раз к празднику всех святых, потому что престольный праздник этого города, потому что массовые распродажи, наплыв грешников, как говорится, рыбные места, клюет только бросай. И что получилось? К этому священнику Мартину Лютеру приходили прихожане и говорили, Мартин, батюшка, дорогой, но ведь ты говоришь, нам нужно каяться, жизнь менять, вот Иисус там, а здесь все гораздо проще, заплатил себе и спи спокойно, все, ты невинный, вот, пожалуйста, печати, подписи, все, я тебя еще нарисую, как по Пандополу тот самый. Да, а Лютер объяснял этим товарищам, немцам, говорит, вы с этим бумажкой можете сходить в одно место, они не помогут вам никак. Кстати, он не только разрушал веру в эти индульгенции, он сказал так, что вы можете требовать возвращения ваших капиталов, вас скинули, вас обманули просто-напросто. Это было, конечно, последним его словом, потому что он задел святой святых, религиозно-мафиозной структуры, задел серебролюбие, и все, стал сразу врагом номер один. Он стал еретиком не тогда, когда говорил о Христе даже, а когда показал на грех конкретный, когда вот сразу стал плохим монахом, сразу стал плохим служителем церкви. Да, друзья, вот так из ничего буквально вспыхнула Великая Реформация. Кто мог подумать тогда? Да, и, кстати, ведь это не просто совпадение, что именно на праздник всех святых, в Виттенберге, на престольный праздник, 31 октября, Мартин Лютер, вот, это очень напоминает, слушайте, октябрь 17-го года, да, октябрь 1517-го года, да, Великая Октябрьская христианская реформация наступила, только не Ленин на броневике, а Мартин Лютер, священник с молотком, прибивает к дверям собора 95 тезисов Великой Реформации, но главным образом все тезисы были именно по поводу индульгенции, по поводу всех этих вот перегибов явных, которые были видны большинству людей совершенно невооруженным глазом, от которых сегодня даже до сих пор открещивается официальная католическая церковь. Друзья мои, кстати, Бенедикт XVI недавно заявил на днях буквально, а то и раньше, что собирается реабилитировать Мартина Лютера и признать, значит, факт, ну, перегиба. В кои-то веки, но наконец-то решились дать ответ спустя столько столетий. Да, друзья, лучше поздно, чем никогда. Но все-таки, что сделано, то сделано. Великая Реформация началась. Система трещала по швам. Я, кстати, об этом собирался завтра говорить. Ну, ладно, пойдемте дальше в историю. О чем я еще не рассказал из этого периода истории церкви? Есть много интересных тем. Я не думаю, что все вам сейчас будет как бы даже и необходимо. Вернее, оно нужно, но здесь слишком много всего. Я думаю, что буду рассказывать самые такие случаи выпиющие. Вот я упомянул императора Юстиниана. Помните, да? Это самая середина шестого столетия. Это, ну, как бы золотой век Византии, будем так говорить, да? Рассвет Византии, империи. Как бы золотой век православия. Как еще назвать это все можно? Да, это был зенит славы Византии. И вот император Юстиниан как бы личность с чем можно сравнить в нашей истории. Может, с Петром Первым, не знаю, с кем еще. Ну, то есть, очень такой харизматичный лидер, такой очень известный человек. Но он был с детства таким явно в проблемах, духовных проблемах. И одной из его проблем с самого детства он жутко ненавидел евреев. Притом, довольно-таки искренне, довольно-таки даже бескорыстно порой. Ну, порой. И вот, значит, он, как император, он, наверное, первым сделал это. Он стал с мясом, буквально с мясом отрывать христианство от его еврейских корней. Вообще, об истории антисемитизма это очень большая тема. Я вам, да, я вам записал такой файл. Это покаяние церкви в антисемитизме называется. Там моя статья, которую я писал для еврейской мессианской общины, для их журнала. И был большой резонанс. И потом мы издали это отдельной такой брошюрой, потом мы издали отдельной газетой. И получил я сотни писем от разных и священников, и монахов. Одни проклинали меня, на чем свет стоит, ругали, другие благоставляли, такие были редкими письма. были очень разные отзывы, но я понял, да, затронул больной нерв церкви. И еще во втором столетии, помнится мне, началась эта проблема. Во втором столетии один из епископов Рима, будем так говорить, он, решив контролировать ситуацию не только на западе, но и на востоке, обязал восточной церкви праздновать праздник Пасхи не вместе с евреями, как было принято в христианстве первоначальном, а праздновать его, этот праздник, в другое время. И в общем-то вопрос касался не только времени празднования Пасхи, там был вопрос в другом. Папа Виктор боялся, что христиан будут путать с евреями, чтобы мы были не похожи на евреев, и как-то надо исправить эту ситуацию, чтобы люди, обыватели нас не путали с евреями. Слишком много еврейского в наших христианских традициях. Это были первые толчки, еще казалось бы безобидные, будущей волны антисемитизма. Знаете, цунами начинается не сразу с гигантской волны. Бывает это маленькая совершенно волна такая, скажет, о, это хороший будет серфинг, а там поднимается цунами настоящий. И вы знаете, друзья, прошли столетия, были разные периоды в истории церкви. Мы вчера записали даты с 325 по 843 год. Это большой отрезок времени. В этот период было много богослов, которые муссолили эту тему. Кстати, один из этих известных богословов, это богослов конца четвертого столетия. Я его вспоминал сегодня, кстати, уже здесь, на лекциях. Это Иоанн Златоуст, патриарх Константинопольский, патриарх Вселенский, человек, сделавший блистательную карьеру в религиозном мире византийском, был номер один, патриарх Вселенский. И став патриархом Вселенским, он получил такое прозвание Златоуст, то есть Златые Уста. Он много проповедовал, часто проповедовал. У него есть хорошие проповеди, кстати, у меня есть сборник его проповедей, и там есть, на самом деле проповеди, особенно ранние, я люблю его, ранние проповеди, они недаром называются жемчужинами в копилке христианской гомилетики. Вообще, до сих пор многие его работы считаются именно классикой христианской. Но, если раннего Златоустого порой приятно читать, то позднего, вы знаете, очень сложно порой читать, очень сложно без такого внутреннего напряжения. я понял почему. Потому что власть порой, человеком делают такие метаморфозы, происходят, делают нечто порой непоправимое. Вы знаете, его позиция, человека номер один в религии, второе лицо в империи, видимо, сделала его заложником политических игр определенных, я так предполагаю, я пытаюсь его оправдать вот этим самым. А может быть, это было его проблемой внутренней, может быть, я не знаю. Но фактом, именно он провозглашать стал откровенно антисемитские доктрины впервые в истории христианства открыто явно с кафедры, что Бог евреев уже разлюбил, уже теперь он любит нас, конкретно греков и вообще всех христиан, но кроме евреев, якобы даже еврей не может быть христианином, на все сто, имею ввиду. Как бы даже его дети не могут быть христианами еще, а лишь его внуки обращенного еврея они уже как бы полноправные христиане, как бы, хотя всегда над ними висел домоклов меч инквизиции и на востоке, и на западе. Представляете себе, какой мрак привнес этот человек в церковь. И недаром министр пропаганды третьего рейха Геббельс цитировал в своих выступлениях и проповедях также, как католик, он говорил слово и в католических церквях, именно Иоанна Златоустого. По поводу евреев не только Геббельс, но и Гитлер сам, выросший в такой очень строгой католической семье, кстати, Гитлера ведь видели родители монахом и священником. Недаром его детство прошло именно в монастыре, очень ортодоксальном монастыре католическом, где он воспитывался как будущий священнослужитель церкви. но пути его от церкви стали отходить. Кстати, я вчера вечером перечитывал некоторые его Гитлера высказывания, где он громит свою же католическую церковь. И я понял, в чем была проблема этого человека. Ну, не то, что сегодня ночью, но я понял еще раз, уяснил для себя, что человек обиделся на религию, на систему, и за всей системой не увидел самого главного Иисуса Христа. Прозевал самое основное. Какая трагедия? Церковь, друзья мои, которая Христа заслоняет, она преступница, она готовит монстров. А церковь, которая Христа убирает, она может завтра родить монстра очередного, такого, как Сталин или Гитлер или кого-то еще из извергов. Друзья мои, это преступно. Не то, чтобы все были извергами и идиотами, нет, но и рождаются и такие. Ведь, ну, я потом пример еще приведу. Так вот, и я уже далеко зашел, я извиняюсь в теме. И вот, когда Гитлера спрашивали по поводу евреев, почему он вот так агрессивно поступает по отношению к еврейскому народу, это прозвучало не просто из внутреннегерманских репортеров, а это прозвучало от мировой общественности вопрос. Это звучало из уст репортеров свободных тогда стран. И вы знаете, что сказал Гитлер, на это все, что по отношению к евреям, это буквально я запомнил фразу, перевод на русский язык, по отношению к евреям я не делал и не буду делать ничего такого, чего не делала бы христианская вся церковь по отношению к ним на протяжении последних полутора тысяч лет. Откровенное признание, да? Откровеннейшее признание. И это время сам Гитлер, он начинал именно с Иоанна Златоустого. Так вот, у меня есть даже цитаты, я не буду, наверное, цитировать этого отца церкви, я лишь приведу пример из его одной проповеди. Отец ваш дьявол. Вот такая была проповедь, вот такая была тема. И угадайте по отношению к кому он эту фразу провозносил. По отношению к евреям. И сказав якобы, что Иисус имел в виду здесь именно весь еврейский народ, забыв, как будто бы у него амнезия, знаете, забыв, что сам Иисус по крови, кто он? Кто были его апостолы? Кто была его мама? Кто были те, кто был возле него? Те тысячи, что он накормил? Те сотни тысяч, что он исцелил? Кто эти были люди, друзья? Они были евреями. И друзья, на самом деле Златоустый, не знаю, я может быть из-за слишком большого уважения когда-то к нему, я долгое время не мог переступить через это и признать, что он был неправ во многом. Но у меня есть какая-то надежда внутри, что все-таки он покаялся перед смертью. есть предание такое старое предание православное у католиков тоже оно в принципе сохраняется, что перед смертью он раскаялся вот в своих учениях и отрекался от них и согласно преданию православному его последние слова были слава Богу за все и он как бы умер примирившись с Богом. Но это предание, я не знаю точно, но по крайней мере то, что он запустил этого джина из кувшина выпустил, это правда. И я вам пример еще приведу, его любят цитировать современные фашисты русские, у него есть беседа по поводу еретиков и тех же евреев и там он говорит, что если ты проходишь мимо и увидел, что еретик это совращает правоверного христианина, ты должен подойти и ударить этого еретика. Если ты руку себя повредил при этом ударе, это твоя рана за Христа. То есть получается первый аргумент православного миссионера это кулак, при том довольно-таки с сильным ударом. Да, друзья, вот это уже совершенно не христианство, это все шиворот на выворот. Как не похоже это на Иисуса, который говорил совершенно обратное, друзья. Да, и много других примеров могу привести, которые просто стали как бы жемчужинами уже в другой копилке уже, в копилке именно антисемитизма. И Златоуст и Иоанн это было начало богословия антисемитизма в церкви, но в шестом столетии, это было в конце четвертом столетии, а в шестом столетии ситуация поменялась абсолютно, потому что власти были не просто заинтересованы в таких демагогиях религиозных, нет, они были не просто заинтересованы в стравливании христиан и евреев, нет, им хотелось большего добиться, буквально амановский гитлеровский вариант, радикальное решение всего еврейского вопроса, всех евреев перекрестить и оторвать христианство вообще полностью от всех его еврейских корней, как будто бы ничего не было этого, как в письмах Гитлера он пишет, что Иисус был истинным арийцем, это Павел извратил христианство потом, а вообще-то Иисус был настоящим арийцем нордического характера, да, представляю, да, предан делу Рейха, досье Иисуса Христа, да, на что только не идут такие словоблуды и мифотворцы политические и религиозные, и вот, что интересно, сейчас это выглядит даже как-то глупо, я не знаю, но представьте себе, что было при истиняне, писались такие законы, которые запрещали христианам дружить с евреями, даже дружить, лично беседовать, дружить, то есть, если я дружу с евреем, значит, я уже не совсем уже и христианин, значит, я уже под анафемой, а в то время это означало отлученным быть от церкви, а если ты был от церкви отлучен, ты не имел права, твои дети не получали образования, ты не имел хорошую работу, ты на самой грязной работе, и твое положение вообще, ты не защищен законом даже, тебя могут обворовать, никто не заступится за тебя, то есть, человек теряет многие свои права, он не раб еще, конечно, но он уже и несвободный человек, потом, если это священник, то он снимался со своего служения, он не отлучался, нет, но он снимался со своего служения, он уже не мог совершать свои служения, кстати, юридически, именно церковным каноном это было закреплено на каком спустя сто лет после этого был шестой вселенский собор, на шестом вселенском соборе это было закреплено именно церковными канонами, только вдумайтесь, не просто это были уже как при юстиняне правила гражданские, уголовного кодекса, а это были уже законно-церковные, канонно-церковные, обращаться к еврею врачу за медицинской помощью запрещено категорично, было юстиняном, а потом на шестом соборе это уже стало обязательно и для всех церковных служителей, и для всех православных христиан. Невероятно, но эти каноны до сих пор не отменены официально. И, кстати, интересно, я уже говорил, что в Печерскую лавру меня раньше все-таки пускали в Киеве, и мы со студентами заходили неоднократно туда, и закупали некоторые книги эти братья. Мне, в принципе, этого добра не надо, я уже начитался, в свое время до сих пор отрыжка от всего этого. Но, в общем-то, им еще это интересно. И вот, купили они брошюрки у меня, и, в принципе, таких тоже было навалом, я потом все поджигал это. Вот, перечень грехов на исповеди. Ну, такие стандартные, такие маленькие брошюрки, дешевые, совершенно популярные, большими тиражами в сотнях тысяч экземпляров печатаются регулярно. И вот, смысл этой книжечки очень прост. Вот, если я такой, вот, пришел в храм, хочу покаяться, мне нужна подготовка, и вот эта книжечка должна подготовить меня к исповеди предстоящей, то есть, эта книжка универсальна. И вот, это было не переиздание репринтное, это было издание именно, не помню, какого-то там, ну, того года где-то, порядка там 2000-го, где-то 99-й, может, год, или 2000-й год. То есть, это было новое и свежее издание с благословением именно Лавры и церковного начальства и прочее. И вот, были грехи, так, ничего себе грехи, то есть, библейские, на самом деле, это грехи, грешные грехи, можно так выразиться, а были грехи, вот такие странные грехи, я уже назвал, да, дружба с евреем, обращался за помощью медицинской к врачу-еврею в наши дни, нерепринтное переиздание, повторяю, такое ощущение, как будто бы запахло прям средневековьем, каким-то, знаете, вот и кострами инквизиции. Я был в шоке, не ожидал. Дальше, всякие другие грехи, дружба с еретиками, сектантами, сатанистами, баптистами, там, и все, что дальше там было перечислено. Потом, оголялся перед врачом. Это вообще, мы долго думали, что такое, имел в виду составитель, насчет безымянной этого сборника. Но, это все выдавалось за именно православное, такое подготовительное, такое, нужное пособие для начинающего, православного грешника, кающегося. Да, и Юстиниан пошел дальше. Кстати, о Юстиниане еще. Он на Пасху запретил под страхом смертной казни. Только вдумайтесь, христиана за это могли казнить. За что? Если мацу ел на Пасху, опресники, ведь до VI столетия сохранялись эти традиции, в христианской церкви также ели, ну, так и называется в Библии же, праздник опресников, ну, куда денешься. Вот и ели мацу, да. Но, есть, опресники было запрещено для христиан под страхом смертной казни. Ни много, ни мало. Ни отлучение уже, ни как-то еще смертной казни от государства по тогдашнему уголовному кодексу. И все преступление было, что я съел на Пасху опресник. И было повелено наблюдать священникам, чтобы никто из прихожан не ел опресники, а только лишь квасное. то есть все наоборот, шиворот на выворот. И стали делать знаменитые Пасхи, куличи, ну, я думаю, все видели, да, куличи. Это явно не маца. Это явно не маца. Куличи, это вот, ну, поднялась, булка такая, большая, будем так говорить, тем больше, тем лучше, сдобная, явно не пресная, явно не маца. И не перепутать, даже издалека видно, что это не евреи вообще. И, в общем-то, насаждалась вот эта булка едения, как бы, куличи терапия такая для церкви, вот, под угрозой смертной казни. Да, и, также, и яйца. Кстати, насчет яиц, это отдельный разговор, но, в общем-то, я не хочу там такие, как бы, некоторые вещи рассказывать, но скажу вкратце, что еще древние римляне, крашенные, разукрашенные яйца, жертвовали своим богам, в частности, допустим, якобы живому богу, императору. Но, это были явно жертвы оккультные, языческие, и потому, ну, христиане в этом не участвовали в Древнем Риме. Христиане отказывались приносить эти жертвы. Римляне называли эту жертву аб-ову, то есть, от яйца. Они, вообще-то, так говорили всегда, когда говорили, имели в виду от начала, как бы, изначально, аб-ову. Но, в жертвоприношениях это означало, что это минимальная жертва для статуй императора, как бога. Это жертва, куриное яйцо, разукрашенное, расписанное. Потом, а здесь восстановили старый греческий, римский этот культ в христианстве. Это было. Что еще? В общем-то, в деяниях Хюстиниана много. Кстати, те, кто был в Стамбуле, может быть, или те, кто смотрел передачи Турции о Стамбуле, вы видели на большое здание, самое большое, грандиозное здание, бывший храм Святой Софии. Этот храм, грандиозный храм, построил как раз именно Юстиниан. Это было его детище. То есть, это памятник его эпохи, это его гордость, потому что он решил превзойти Соломона по количеству золота, серебра, всего-всего, и построить грандиозный храм. И когда освящали этот храм, чудо-храм, самый главный храм православной церкви, он воскликнул, «О, Соломон, я превзошел тебя». Но не умом, явно. Явно не умом. Друзья, и если бы у него ума прибавилось бы хотя бы с чайной ложкой, друзья, он бы задумался бы хотя бы, что, что я делаю? Ведь он построил эту стройку веку, затеял через разорение всей империи фактически. Он разорял провинции, и не только разорял вот именно, налогами непомерными, а и напрямую разорял, то есть воевал со своими же людьми, обвиняя их в чем-то, разоряя, грабя свои же провинции под предлогом любым и без предлога с целью обогащения и с целью, чтобы чудо-храм построить. Ну и построил. Но ведь настоящий это храм, святой в Господе, это живой человек, это живые души, это живая церковь, не мертвый камень. Друзья, невдомек был тому императору, что он не проставляет Христа этим самым, а позорит имя Иисуса. Да, и вот такая была история с царем Юстинианом. Да, его давно уже нет, но детище его политическое, религиозное осталось, ведь он был таким махровым, я бы сказал, таким цезарепопистом, при нем церковь стала уже явно на побегушках даже у сильных мира всего не просто прислужницей, а уже на побегушках, как вот та рыбка, помните, о которой старуха мечтала, чтобы она не просто служила ей, а чтобы была уже на посылках уже. Но, друзья мои, как бы не изгалялись политики или кто-то еще над церковью, настоящая церковь Христа это возрожденные свыше души, возрожденные свыше от Бога, рожденные от Него. Слава Иисусу Христу. Дальше. Кстати, в это же самое время я как-то упустил, но не беда, я еще об этом упомяну сейчас. Вот именно вот в те столетия, о которых я говорил, родились еще некоторые учения, о которых надо упомянуть тоже. Вы с ним все встречались. Допустим, крестное знамение, вот знак креста на себе, или раньше одним перстом, двумя перстами, католики там пятью перстами, разные такие пассы. И что это такое, и откуда это пришло, это очень тоже там криминальная настоящая история, но и смешного, и страшного, много всего там. Но я не буду даже о Византии говорить, это очень далекий пример, но ближайший к нам российский пример из нашей российской истории, это Новгород, 12-е архиепископ Иоанн Новгородский, он официально святой в русской православной церкви, поэтому это самое такое будет, ну, яркой иллюстрацией. Так вот, этот Иоанн Новгородский, он был на Руси, насколько я знаю, помню, первым таким ярким пропагандистом и агитатором именно силы крестного знамения. распространял учение о том, что крест, сам знак креста имеет большую силу духовную над бесами, над дьяволами и прочее. Кстати, в Византии говорят, точно неизвестно, думаю, но в учебниках так пишут, в православных учебниках, по крайней мере, что еще с конца 4-го столетия якобы обычай этот был уже известен. Еще во времена Василия Великого знак креста стали использовать, заклинатели, но, кстати, интересный момент, я был в Берлине в Пергамон-музеем, музей Пергама и Востока, и у меня была возможность познакомиться с уникальной такой экспозицией именно Шумера, Вавилона древнего и видел эти древние жертвенники и интересно, в одной из витрин выставлялись вот эти древнейшие кресты еще времен Вавилонского столпотворения, времен того периода еще, когда все зарождалось еще в религии. И эти жрецы вавилонские, шумерские, они носили эти знаки крестов и, оказывается, так написано в нотациях, использовали в заклинаниях над демонами, над бесами, приручая их, этих бесов, для служения себе, что ли, вроде так. похожи на хаттабача из кувшина, вроде того, что-то. И вот новгородцы, я читал книгу Федорова, Федотова, извиняюсь, Георгия Федотова, называется «Житие русских святых» или «Жизнеописание русских святых». И он пишет, что, видимо, новгородцы, они много путешествовали, купцы по вопросам бизнеса бывали и на Востоке, они, видимо, много сказок наслушались, шахерезады и прочее, и, наверное, влияние сказочного восточного мира, оно сказалось на новгородских вот этих событиях. Так вот, следующий был эпизод. Иоанн Новгородский, он официально святой, и он, якобы, утверждал следующее, что он знаком креста мог запросто беса запечатать и заставить служить себе. Приручить. Знаете, дрессировщик бесов. Сальто-мортали, да? И вот дальше, что интересно, эпизод такой, якобы он пошел там умываться куда-то там, а в умывальнике кто-то запищал там, писк-виск, потому что он запечатал его. А оттуда говорят ему, якобы, бес, я решил тебя испортить, и теперь я запечатанный бес. Потому что ты меня перекрестил. Одним словом, этот старик не знал, что с этим бесом делать. Кому подарить, не подаришь и себе не оставишь. И вот, и он, да, и пока он раздумывал, оттуда ему говорят, в передать, и